Автосалон Автоплюс Аварийный комиссар. Оперативный выезд на место ДТП. Оформление без вызова ГИБДД. Круглосуточно. 24 на 7. 622-522-610-836. На автодороге Толете-Хрящевка в минувшие выходные произошло серьезное ДТП с участием трех машин. В этой аварии усматривается вина женщины-водителя Лады. Из информации, собранной сотрудниками ГИБДД, следует, что Хёнде и Рено двигались со стороны города в направлении Хрящевки, а Лады во встречном направлении. Водители иномарок остановились, чтобы пропустить большой груз. В это время женщина на Ладе зацепила край обочины, потеряла управление и выехала на встречную полосу, допустив столкновение с двумя иномарками. У автомобиля серьезные повреждения. Пострадала пассажирка Хёнде. Женщину 60-го года рождения осмотрели на месте аварии медики и назначили ей амбулаторное лечение. 23 февраля этого года в Центральном районе на тупиковом проезде в серьезном пожаре погиб грудной ребенок. В рамках уголовного дела главным подозреваемым проходит отец погибшего малыша. Семья из пяти человек, трое из которых несовершеннолетние дети, проживала в здании, которое для этого не приспособлено. Они жили в пристройке, где была установлена печь. По предварительным данным, в тот злополучный день глава семейства разжег печь, которую сам и соорудил. Пожар начался буквально в считанные минуты. Удалось спасти двоих детей. А вот самый маленький ребенок погиб от угарного газа. Мужчина допустил неосторожное обращение с огнем, которое и привело к пожару. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Во всем произошедшем обвиняют отца погибшего ребенка. 3 июня в селе Узюково в результате крупного пожара сгорело два частных дома с надворными постройками. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В огне люди не пострадали, но со слов пользователей соцсетей погибли животные, которые находились в хозпостройках. Сейчас на месте пожара работают дознаватели. Устанавливаются причина и ущерб, нанесенный огнем. 7 мая в полпятого дня на перекрестке Новозаводская-Комсомольская произошла авария с участием двух авто. Столкнулись «Лада Калина» и «Фольксваген Туарек». Водитель «Лады» двигался со стороны обводного шоссе в направлении Голосова, внедорожник – со стороны Карбышева в направлении Победы. Со слов водителя хэтчбека, он начал движение на разрешающий сигнал светофора. И в это время водитель иномарки на скорости буквально протаранил всю переднюю часть «Лады». Обошлось без пострадавших. У автовладельцев возникла спорная ситуация. Если вы стали очевидцем этой аварии или у вас имеется запись с видеорегистратора, просьба сообщить по телефону, который вы видите на своих экранах. Вознаграждение гарантируется. На днях сотрудники ГАИ остановили автомобиль для проверки документов и обнаружили в салоне авто подозрительные вещества при досмотре. Водители-пассажир заметно нервничали. Это и привлекло внимание полицейских. На заднем сиденье было обнаружено два пакета с белым веществом. Дорожные полицейские изъяли их и направили в лабораторию на экспертизу. Проведенным исследованием было установлено, что это наркотики. Задержанные мужчина и женщина намеревались сбыть наркотические вещества жителям региона. В отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Редактор субтитров А.Семкин